добрый день дорогие друзья с вами снова мария карпинская и я хочу немного сегодня рассказать об индии индия это страна в которой начинает быстрее работать вся карма планеты земля это ускоритель ну хотите верьте хотите не верьте я уже давно сюда езжу и я отлично знаю что это страна и вот удивительные вещи происходят здесь как только я приехала до 1 я здесь конечно переболела неким вирусом который сейчас говорят ходит и всех людей на детей действует смертельно ну взрослые переживают легко чихала только очень сильно три дня болела все болезнь прошла но не в этом дело смотрите индия страна духовная в ней как бы люди каждый достигает своего духовного пика здесь страна для того чтобы дальше быстро развиваться я вам сейчас немножечко расскажу о времени которое сегодня у нас уже есть и это время называется махакал или махакали что такое махакали время это время которое находится вне времени то есть это время которое использует некое такое эфирное оружие так скажем для планеты земля и для других планет и не зря ученые говорят что сейчас идет воздействие внешне из космоса там многие говорят идет воздействие из космоса надо объединяться срочно ученым что-то происходит на солнце на всех планетах и на планете земля так вот когда такое говорят это говорит о том что приходит время махакали махакали находится я уже сказала вне времени но она есть время то есть она использует в своем оружии вот этому эфирному время и смерть два качества время и смерть такое вот оружие это оружие форме там любом она может появляться солнечной системе во вселенной для того чтобы уничтожить все старое и чтобы зародить но зародить пока нет она как бы уничтожает то есть поэтому говорят махакали это смерть и она повсюду и она наносит свои удары не глядя по всем так вот я хочу сказать что вчера до чтобы вот достичь вот этой вершины чтобы быть на ну там где махакали чтобы быть на пике своей духовности сначала там нужно по всем чакрам так скажем это индийская веды говорят суметь проглотить все те пороки которые существуют там зависть алчности беспорядок уж все пороки перечисляйте и вот нужно уметь их поглощать и спокойно на них реагировать то есть вы видите зависть вы просто это съедаете поглощаете вы видите алчность в это поглощаете на вас это не действует вы видите беспорядок и вы на это не реагируете вы видите кругом вот эти вот люди дерутся друг другом и вас вы тоже на это не реагируете и там вот 7 таких ступеней и последняя восьмая ступень которая имеет отношение у извините меня тут махакали это полная отстраненность когда человек умеет отстранить себя от всего от любой вещи от людей от друзей от близких от всех от стран от народов от планеты от вселенной и как вы этот мир заканчивается тем что он может этот мир от себя так оттолкнуть да то есть оттолкнуться от всего и тогда ты становишься вот в этом времени махакали которая работает как смерть я уже сказала вы не пугайтесь пожалуйста но это так те кто смотрели а там ади и шакти адипа ну вот связанная с с творцом этого мира потому что на самом деле ну те кто не знают извините уж надо просто знать много чего этот мир сотворяла ади шакти вот из своего золотого чрева и она сотворила первых троих богов бог богов шива потом вишну и брама и дальше уже события развивались от них уже весь мир пошел и она также как она может сотворить став махакали она начинает этот мир уничтожать и то что мы сегодня видим и говорим это последние времена мы живем последние времена но никто же не будет отрицать что это так вот мы видим как работает махакали она начинает свою работу вот и чтобы так скажем но приблизиться к этому всему пониманию ряд людей которые стоят на духовном развитии они должны прийти как раз к этому полному отстранению всего и от всех ну потому что на самом деле если по-честному вот у меня очень многие друзья еще давно они ушли от того что не смогли отстраниться от чего-то первым ушел анатолий василий черединский леший который построил были ну вот как здесь я там разрисовывала да вот так а он построил прекрасную были но у него были но отобрали и он умер от этого там был такой еще храм в казани строил эльдар ханов он тоже значит строил храм у него храм отобрали он умер ну и много людей вот оксиковский владимир умер которые не смогли от себя оттолкнуть это все отстраниться от своих стихов от своих произведений это уже на другом уровне люди обычные они не могут отстраниться от своих близких от своих родных от своих детишек то есть нет отстраненности они страдают мучаются а дети гибнут на например их близкие тоже погибают и они страшно страдают и сами тоже страдания уходят и весь этот мир простите но мы не будем скрывать мы должны понимать и говорить открыто весь этот мир переполнен разного вида страданиями сегодня страдания они заполнили все то есть все люди в страхе многие страдают от того что их и сыновья где-то воюют или могут погибнуть или там какая-то болезнь прихватила ребенка маленького которую только мама полюбила только к нему привязалась родители умирают болезни хунуков вороны раскаркались вот раскаркались и все мучаются и все уходят в страданиях это работа маха кали смерть да то есть она стоит перед каждым сегодня лицом к лицу и каждый проходит ее суд и никуда от этого не денешься просто извините но это так так вот что произошло со мной вчера вчера и не проявила таким все вчера у меня три сайта 1 nptm.ru другой или или 12.ru и третье grp-eco-brix.ru по-моему или .ru на регру все и вот я выхожу вчера на эти сайты а там написано введите логин и пароль это я выхожу на сайт и потом выходят мои друзья тоже самое то есть у всех требует логин и пароль то есть короче ни на один из сайтов выйти невозможно и когда ты вводишь даже логин и пароль правильный все равно тебя не пускают на сайт то есть три сайта с огромным количеством информации которая писалась мной лично из моей души из моего сердца ну примерно как были на у этого самого анатолий васильевича извините просто рука подрагивает немного потому что держу ее на весу все эти сайты у меня как бы все нет их больше информация вся вот исчезла то есть не я не могу получить доступ никто не может получить доступ вот такая вот произошла странность да это не странность и я понимаю что если бы это случилось допустим три года назад я бы наверное блин никак не могу опереть руку нормально потому что тут на этом я бы наверно там ну мучилась страдала может я не знаю чтоб со мной было столько информации за мою жизнь все-таки вот так лучше бы что же делать то что делать вот а сейчас вот я говорю об отстраненности да я эту информацию то есть я вот ту увидев что сайты невозможно получить на них доступ не мне никому я ее просто проглотила а когда ты проглатываешь такую информацию и не испытываешь никаких страданий то как бы ты становишься сильнее понимаете да то есть это прибавляется твоя сила потому что тогда она раскрывается внутри тебя потому что когда ты страдаешь это все снаружи ты мучаешься у тебя снимают энергию из тебя да что ж такое прямо никак не могу поставить нормально вот и ты ты мучаешься а когда ты проглатываешь и относится к этому даже со смехом с улыбкой ты понимаешь что когда ты понимаешь общую позицию куда идет этот мир куда он движется а мир движется к тому что ну есть такой действительно махакали то есть когда уже невежество когда уже пороки достигли своего высшего уровня когда эго зашкаливает а эго это демоническая часть дело в том что эго сначала она развивается вроде ничего смотрите все духовные знания которые я давала они все без эго но люди все это разворовывали делали из этого деньги там все такое то есть превращали это в нечто эго эго было насчет моей информации они это творили да у них выращивалась его и самость тут сегодня узнаю что там мне тоже говорят там гусева уже сделала которая теперь лейфер уже сделала какой-то там youtube себе и там даже разместила один ролик мой но это ладно бог с ней там просмотров нету 12 подписчиков уже больше года она там тусуется то есть она пытается меня заменить что ли вот что-то такое или или что-то другое сделать неважно это все дай бог ей привязаться к этому очень сильно и болеть душой для нее это полезно вот а люди которые идут по пути духовного развития вот а я иду по этому пути я отвязываюсь от всего и у меня случаются такие события что каждый раз я понимаю что от этого отвязалась и от этого к этому спокойно с любовью отношусь и к этому со смехом мне уже смешно я даже не удивлюсь если youtube закроет и вся информация которую столько годами да я накапливала там на ютубе везде все это накроется одним медным задом вот а сейчас уже и скачивать ничего нельзя там другим людям посторонним никто не может с моего youtube ничего скачать себе так что процесс идет и этот процесс он ведет так называемым последним ну потому что человечество будет заменено кем-то другим как-то будет по-другому все то есть эта вселенная она она начинает стираться да то есть это так скажем вся вселенная и все что ой извиняюсь вся вселенная и все что в ней это все иллюзия одишакте то есть она это сотворила вот это вот это все всю эту иллюзию но также как вот здесь я нарисовала допустим это же иллюзия все но люди привязываются к иллюзиям допустим ой это же мои картинки кто как посмел там да я умру от этого и страдания и так люди страдают на самом деле весь этот мир иллюзия и индия как раз наводит на эту мысль стопроцентно все она показывает вот вам ребята иллюзия и я эту иллюзию говорит одишакте ставма хакали я эту иллюзию разрушаю у вас и вместо нее я приношу нечто другое что там будет мы этого не знаем но пока идет вот этот процесс разрушения всей этой иллюзии поэтому говорят что скоро там что-то коллапсирует вся экономика скоро там то-то скоро там это вот и чем больше идет каких-то моментах развития тем быстрее будет этот коллапс вы должны над этим подумать подумайте над этим вот и конечно в такое время в такое именно время жить надо научиться отстраненно и тогда если вы будете жить отстраненно вы будете вместе с со временем махакали садишакте потому что в каждой женщине кстати каждой женщине есть крупиночка этой капелькой этой одишакте этой богини потому что женщина это действительно творец то что мужчины поменяли и сказали что женщина ниже мужчина или там где-то там твое место у кухни китчен и все такое это неправильно и это не так можно считать самое лучшее это женщина и мужчина равны друг другу а вообще на самом деле женщина выше мужчины и это правда и мужчинам наступит время если работает махакали мужчинам придется это признать вот и придется признать многие вещи что всю эту прекрасную иллюзию в которой мы живем которые сами люди превращают в ад порой вот она будет потихоньку исчезать вместо нее что там будет задумано посмотрим будем смотреть что будет происходить дальше но мой сайт уже мои сайты уже невозможно пока посмотреть мы тут поспорили с моей появится не появится она сказала появится а я говорю не появится посмотрим что будет даже интересно ну все дорогие друзья всего вам доброго с вами была мария карпинская прекрасной индийской природе где творит лето вечное лето все до свидания